Сегодня мы с вами побеседуем на очень важную тему роль матери и жены в преодолении зависимости. Если кто-то не знает, я еще раз представлюсь. Меня зовут священник Дионисий, я в Белорусской Православной Церкви. Возглавляю Координационный Центр по противодействию наркомании и алкоголизма в честь мученика Ванифатия. Это церковная структура, которая создана с целью как профилактики, так и реабилитации алкоголя и наркозависимости. Постараемся сегодня найти на него ответ, что же могут близкие. Потому что близкие – это как раз те люди, которые в большей степени осознают всю тяжесть вот этого заболевания, всю тяжесть не только заболевания, мы не говорим, что это болезнь, это грех, перешедший в греховную страсть, ставший болезнью. И осознание у родственников есть. У средних зависимых, к сожалению, нет. Такая специфика этого заболевания, что страдающий алкоголизмом или наркоманией, он не видит себя со стороны. Наверное, вы с этим согласитесь, что в большинстве своем люди говорят, какой алкоголик, я пью как все. И даже если человек будет употреблять спиртное каждый день, он все равно себя алкоголиком может не считать. Ну, в крайнем случае, пьяницей. И в таком случае, если он не считает, он, конечно, не обращается за помощью не к специалистам, он да и не молится там сам за себя, не просит у Господа трезвости, потому что он себя зависимым не считает. И здесь, на этом этапе, как раз роль матери, жены, близких, родственников, она на первом плане. И чаще всего приходят в храмы, в монастыри родственники. Родственники просят, говорят, у нас близкий страдает. Он еще не понимает, в каком он состоянии находится, и как вот глубоко он, наверное, он уже отошел от и нравственных законов, и от трезвости. Помогите ему. И вот какая здесь должна быть помощь? Прежде всего, следует отметить, что Господь любит каждого из нас. Независимо от нашей веры, от нашего духовного уровня, или мирянин, или это церковный служитель, или это священнослужитель, Господь всех нас любит одинаково. И зависимых, и независимых, всех людей Земли. И получается, что вот этот зависимый человек, который претерпевает на себе вот всю тяжесть вот этого заболевания, которое есть грех, как мы еще раз повторяем, пришел в греховную страсть, ставши болезнью, его Господь любит, и его Господь спасает ими же, веси, судьбами. То есть Господь, наш Иисус Христос, проявляет активное участие в жизни каждого из нас. И порой родственник, то есть близкий, не понимая, как Господь его спасает, наверное, хочет вот именно сейчас, вот именно таким образом, он порой ставит себя на место Бога и считает, что пока Господь спасет, неизвестно, а вот его спасти надо теперь. И поэтому начинает бегать по храмам, по монастырям, проявлять усилия по отношению к зависимому, следить за всеми его мыслями, за куда он пошел, что он-то пытается сделать, а каким он вернулся, трезвым, нетрезвым, а сколько у него денег в кармане, проследить его весь, собственно, жизненный путь. И в этом он сам страдает, он переживает. Уже мысли у него нет ни о себе, ни о Боге, а только о этом, о этим близким. И потом, видя, что что-то происходит, наверное, не так, он берет все новые и новые, способ, как на него воздействовать. Или это мягко, или это проявлять какой-то гнев, раздражение, может, даже грубость. Ну, что-то надо делать, потому что Господь же не делает. Но на самом деле Господь видит каждого человека. И в этом пути важно не стать родственнику, матери и жене, между Богом и вот этим зависимым человеком. То есть порой Господь начинает спасать зависимого от алкоголя или наркотиков, а забегает вперед родственник и говорит, «Господи, нет, нет, подожди, я знаю, как его спасти. Не так, не так, не так сильно, не так жестко. Я лучше знаю. И начинает сам участвовать». А здесь следует как раз иметь знание о зависимости раз, а второе – это отстраниться с любовью. То есть пока, если близкий родственник может помочь своему зависимому сыну, дочери, мужу, может помочь, тогда он это должен сделать обязательно. И избавить его от алкоголизма. То есть помолился год, помолился два, но результата никакого нет. Ты видишь, что зависимость все больше и больше. Значит, не мешай Богу делать свое дело. Отойди от него, от этого зависимого. Он взрослый человек. Большинство зависимых людей, люди взрослые, образованные, и знают, что и как происходит. Не надо им постоянно подкладывать вот этот коврик и говорить, идите, идите, пожалуйста, все условия мы вам создаем. То есть да, Господь может даже очень жестко и конкретно спасать этого человека. И здесь, ну как же так? Даже недавно, беседуя с одной из женщин, когда она обратилась ко мне и спрашивает, а что же делать уже настолько это болезнь, касается и меня, и всех домочадцев, вот что же делать? Так я говорю, когда он начинает какие-то действия проявлять, бывает это и агрессивные действия по отношению к близким, вот что же делать? Я говорю, да как что, милицию вызываете? Да как же, батюшка, сразу на меня, да как, милицию, вы что? Ну тогда терпите. Терпите и молитесь. Вот это самый безграмотный ответ, который может получить родственник зависимого человека. Терпеть здесь нельзя. У каждого из нас есть жизненный крест. И жизненный крест — это то, что мы не можем изменить. Есть обстоятельства, которые мы можем менять, а есть, которые не можем. Если человек инвалид, у него нет рук, ног, то он должен это принять. Он не может это изменить. Но состояние алкоголизма, наркомании мы можем изменить. И тут складывать руки и говорить, нет, мы будем терпеть, что у нас близкие постепенно будет спиваться и, наконец, умрет страшной смертью. Мы не можем здесь терпеть. Мы должны действовать. И действовать очень активно по отношению к помощи этого зависимого человека. Прежде всего, поскольку в семье коснулась проблема алкоголизма и наркомании, что есть злоупотребление, прежде всего, алкогольными напитками, то нужно жить трезво. Вообще, каждый христианин призывается к трезвой жизни. Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, принятая в 2014 году, как раз говорит, поскольку среди народов и государств, составляющих каноническую территорию Русской Православной Церкви, является проблема злоупотребления алкогольными напитками, «В связи с этим долг Церкви возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как к нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни». Исходя из этого, видите, даже Церковь нас призывает, чтобы мы были примером трезвой жизни, и говорит этот документ церковный, что трезвость – это нравственная ценность. То есть вот эту нравственную ценность мы к себе должны применять и жить трезво. Жить трезво, хотя родственник может не страдать алкоголизмом, его не терзает, употребление алкоголя, и нет такой тяги к этому веществу. Но, тем не менее, он должен жить трезво. И это очень-очень непросто, потому что мы видим, живя в этом обществе, некая культура питья присутствует, а трезвость как-то уходит на второй план. И мы говорим, ну да, да, мы, конечно, не выпиваем. Большинству людей эти спросить, вы употребляете алкоголь? Они говорят, нет, нет, я вообще не пьющая или не пьющий. Вот это не пьющий. А будет крестины у этого человека, у родственников, обязательно будет алкоголь. Он не пьющий, но рюмочку подымет. Будет погребение, поминать будут тоже алкоголем. Он не пьющий, да, то есть не пьющий. А это совершенно разные понятия. Есть не пьющий, но иногда выпивающий. А есть трезвенник. Так вот, если человек возьмет на себя обет трезвости и будет жить трезво, и все родственники будут знать, что никакое мероприятие с участием этого человека, оно не будет без алкоголя. Именно трезво. И вот на этом фундаменте дальше можно строить жизнь, когда человек уже понимает, что и Господь хочет спасти его ближнего. И здесь вот это вот такое конкретное отношение к нему, если... Тут много можно говорить об этом, но кратко нужно сказать так, что каждый должен прежде всего отвечать за свои дела. И если это зависимый человек живет в семье, то его злоупотребление алкоголем касается всех остальных. И все остальные домочадцы, они никак не могут взять на себя вот этот грех. То есть они сами окунаются вот в эти нездоровые отношения, и у них два варианта. Или изменить свое отношение к зависимости, и ничего с этим общего не иметь. То есть молиться за зависимостью и не участвовать в проблемах. Или наоборот, начинать тоже меняться в силу того, что потакать ему, да, пришел сегодня пьяный, да, завтра пришел пьяный, да, еще что-то. Ну что с ним сделаешь? Да вот он уже и заболел, где-то пьяный упал, получил какую-то травму, вот он сейчас лежит, надо его помогать, помогать и так далее и тому подобное. И здесь выздоровления никогда не будет. То есть это будет вечное чтение Акафиста, неупиваемая чаша, и потом постоянное укоро себя, а что же я не так делаю, или я не так молюсь, это родственник будет говорить, или мои какие-то грехи, начнет копаться в себе. Нет, это не за твои грехи. Конечно, в семье, участие всех членов в семье, оно в большей или меньшей степени влияет друг на друга, но состояние уже прогрессирующего алкоголизма или наркомании, это уже, конечно, действие одного человека в большей степени. И этот человек, чтобы достучаться до него, чтобы он сам сказал, Господи, помоги мне жить трезво, требуются огромные усилия со стороны близких. И эти усилия, сколько бы мы не читали литературы, сколько бы мы не получали знания из средств массовой информации, из интернета, они не будут работать так, как будет работать место, где тебя этому научат. Скажите, возможно ли стать православным христианином, как мы его понимаем, не ходя в церковь? А просто дома читая Священное Писание. Ну, наверное, это будет христианин, но не во всей полноте он сможет раскрыть то учение, которое принес нам Господь Иисус Христос. То есть, находясь в церкви, участвуя в таинствах церковных, получая помощь Божию, мы возрастаем и духом, и телом, и готовимся к Царству Небесному. Также мы понимаем, что и в любом другом институте государственном, это и школа, можно ли, не ходя в школу, стать образованным человеком? Ну, наверное, можно, но это очень сложно. Можно ли стать великим музыкантом, не ходя в музыкальную школу, или спортсменом, не ходя на какие-то тренировки? В принципе, можно, но это единицы, это исключение. А всем остальным требуется где-то место, где этому научат. Вот то же самое и здесь. Сколько бы родственник не читал книг, не слушал бесед со священником, он должен тоже ходить в школу. В школу, где его научат. И за дня в день постепенно, как обращаться зависимым. Потому что ситуации разные. Сегодня одна, завтра другая. И если это сын или дочь страдает алкоголизмом, это одна ситуация. Если это муж или жена, это совершенно другая ситуация. Тут все по-разному. Если это отец или мать, это третья. То есть здесь требуется постоянная работа на занятиях, помощи алкоголя наркозависимым людям. Такие группы у нас в Минске есть. И не одни. Но поскольку я являюсь также настоятелем прихода в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» города Минска, я могу сказать, что даже здесь, недалеко, 10 минут от нас, есть такой храм. Тем более, если кого-то коснулась проблема алкоголизма или наркомании, и ты живешь в Белоруссии, то, мне кажется, ты вроде как должен посещать этот храм. Простите, может, даже обязан. Поскольку при этом храме в большей степени, чем в остальных, есть всевозможная деятельность, помощь алкоголя наркозависимым людям. Это и группы для родственников, это группы для зависимых, это группы евангельские для зависимых, где читается Евангелие, и каждый зависимый уже возрастает не только в трезвости, но уже, когда он дошел до трезвости, уже и в духе, каким он будет дальше христианином. То есть, все это есть по адресу Менделеева 2 в партизанском районе города Минска. На наши занятия приезжают люди с многих городов, с Бобруйска, с Бреста. Можете себе представить, когда на группах для родственников приходится бывает слышать, ой, батюшка, так вот хотелось бы вашей группы посещать, но я так далеко живу. Я говорю, а где же? В Сухарево. А рядом девушка говорит, а вы, а знаете, где я живу? А я живу в Бресте. И приехала к вам на поезде, после работы раньше отпросилась, на группы в 7 вечера. А потом после этих групп на ночном поезде всю ночь поеду домой. Вот такие усилия человек предлагает, чтобы получить знания, которые есть в Минске. И рядом человек говорит, ну не знаю, с Сухарева ехать, у меня нет времени. Но если у нас такое, нет такого рвения и любви, чтобы спасти своего зависимого, ну тогда тут не о чем говорить. А если это желание есть, тогда надо просто бежать и слушать, и впитывать все, что там говорят. Потому что в любом другом храме не могут сказать, может быть так, компетентно, в каком плане, что ни в духовной семинарии, ни в духовной академии нет такого предмета помощи алкоголе наркозависимым людям. И каждый священнослужитель, который оканчивает и высшее учебное заведение, духовное, он совершенно не знает, как здесь помочь. И он, естественно, первое, что ответит, ну терпите и молитесь. Терпите, пока этот алкоголик не допьется до такого состояния, что будет бросаться на вас. И потом в конце, не дай Бог, что-то случится, и будете потом этому батюшке просить, помолитесь. Вот такой несчастный случай произошел по вашим молитвам. То есть здесь нельзя просто терпеть. Это неправильно, это неграмотно. Тут надо действовать. Тут надо молиться и действовать, потому что каждый день этот зависимый, он все дальше и дальше от нас, духовно отходит. Мы с вами понимаем, что любая болезнь, любая греховная, то есть любой грех, который совершает человек, он понимает, что он делает и как он делает и в какой степени. Если это преступник, если это вор, он знает, что ворует и считает, что это нормально, вот я ворую, потому что так и так себе нашел какое-то оправдание. Но те грехи, которые совершает человек в состоянии алкогольного опьянения, он не помнит. Понимаете, насколько это духовно опасно? Почему алкоголика называют это марионетка в руках темных сил? Сколько уже таких было историй? А что было вчера? А как я дошел? Сам или меня привезли? Он ничего не помнит. И, следовательно, что он говорил, что он делал, и хорошее и плохое, для него неизвестно. И придя к трезвости, он никогда в этом не поисповедуется, потому что он этого не помнит, а эти грехи были. Настолько это страшно, и почему алкогольный дух, он улавливает этих людей, и так сложно из этих сетей вырвать. И просто сказать, терпеть и молиться, и каждый день читать, акафисты, это недостаточно. То есть молитва у нас перед началом дела, а не вместо дела. Если ты помолился, если это дачник, то у тебя сами гряды не будут прополоты. И картошка сама в кошек не попадет. Ее надо выкапывать. Ты скажешь, что у тебя слабая молитва? Нет, молитва серьезная. Ты посмотри, сколько ты всего сделал на даче. И ты здоровый. У тебя ни инсульт, ни инфаркт не случилось, и спина не болит. Вот это и есть помощь Божия. Но трудился ты. Так и здесь, когда мы помолились перед иконой «Неупиваемая чаша», дальше начинаем свой труд. Дальше узнаем, где адрес храма «Неупиваемая чаша», как туда доехать и когда там работают группы. И как на эти группы попасть. И начинаем дальше работать. Слушая, непонятно. А сразу это будет, естественно, непонятно, потому что надо менять. Себя менять, свои отношения менять. То есть это равносильно тому, как кто писал правой рукой, надо будет писать левой рукой. Это очень и очень тяжело. Эта работа над собой самая тяжелая. Легче всего кого-то менять. Ближнего менять, говорят, ты не пей. Осуждать, поучать. Это легко. А вот себя менять, это тяжелейший, каждодневный труд. И вот этим трудом следует заниматься, потому что, когда мы изменим свое отношение к алкоголю как таковому, начнем жить трезво, а потом к зависимому человеку, то мы увидим, что произойдет чудо. Что сам зависимый человек скажет в какой-то момент, а расскажите мне, куда мне пойти? Я хочу найти те места, где собираются тоже люди с такой же проблемой и друг друга поддерживают. То есть это произойдет, и это происходит. Я много могу назвать этих людей, которые пришли после того, как начали ходить их родственники. Еще хотелось бы, чтобы было более вам понятно, мы не можем все рассказать, всю роль матери и жены за вот этот час или полтора часа, как невозможно рассказать о любом учебном заведении за час. Конечно, дни открытых дверей-то бывают, но это во всей полноте не узнаешь, это требуется ходить. Но хотя бы какие-то такие вехи, на которые нужно ориентироваться, мы бы хотели сегодня осветить. И сейчас я хотел бы предоставить слово специалисту по помощи родственникам алкогольно-наркозависимых людям, человек, который получил образование в Санкт-Петербурге, высшее образование по помощи этим людям. У нас таких людей в Минске, я думаю, не так много, к которым можно обратиться и сказать, и ожидать грамотный ответ в этом направлении. Да, Анастасия, вам слово. Вечер. Говорить про созависимость подробно мы так сегодня не будем, потому что если раньше надо было бы целую лекцию проводить, сегодня нет в этом необходимости, потому что если не все, то хотя бы почти все знают хотя бы слово, что созависимость значит. Но в общем могу сказать, что это чрезмерная поглощенность в жизни другого человека, это значит, что отныне теперь ваши желания, ваши потребности, ваши чувства, ваше поведение будет определяться с жизнью другого человека. Вот, например, вы считаете, что вы вполне все самостоятельные люди, которые, естественно, ходят на работу, у вас свои семьи, и все вы сами решаете в своей жизни. Но если у вас в семье независимый человек, то вы сталкиваетесь с такой проблемой, что ваше утро начинается с вопроса, каким же он будет сегодня, дальше все по сценарию. Если он приходит дома трезвый, вам повезло, пронесло. Если приходит дома пьяный, вы знаете, что будете делать. Если он не приходит, вы тоже знаете, что будете делать. То есть ваша жизнь уже вам не принадлежит, она принадлежит жизни вашего зависимого близкого. Но хочется сказать, прежде всего, про парадокс, парадокс созависимой жизни, это в том, что созависимость и иллюзия вообще друг от друга не отделимы. Как это проявляется, я объясню. Первая иллюзия, это когда вы пытаетесь договариваться. Вы наверняка, если у кого-то, наверняка здесь есть близкие зависимые, что вы начинаете делать? Вы начинаете умолять, уговаривать, бросить, одуматься, но вы не учитываете один такой момент, что перед вами человек зависимый, а зависимость это болезнь, и она меняет человека в форме. И уже перед вами не тот человек, как ваш сын, которого вырастили, муж, за которого вы ходили замуж, это другой человек. Уже таким, как раньше, он точно не будет. Может быть, будет лучше, но таким, как раньше, точно не будет. Вот эти попытки договориться, это и есть первая иллюзия. Вторая иллюзия, это когда, кажется, созависимые принимают, предпринимают все время одни и те же действия, контролируют, спасают, и каждый раз, что-то поменяется. Вот-вот, чуть-чуть, еще чуть-чуть, я надавлю, еще чуть-чуть поконтролирую, поспасаю, и вот, наконец-то, произойдет это чудо, и вот все. Он одумается, все, и мы заживем, как говорится, в мире согласия. Вам не надо будет беспокоиться о каких-то вопросах, которые вас сейчас беспокоят, вы будете нормально, спокойно спать, и все у вас будет, все в порядке. Вот это иллюзии, которые сопровождают зависимого человека. Поэтому будем говорить о том, что же вам, собственно говоря, делать, если вы хотите что-то делать. Потому что отец Дианисий сказал замечательные слова по поводу того, что молитва – это основа. Но действия все-таки за вами. Если вы заинтересованы, чтобы что-то хотя бы у вас поменялось, хотите вы, не хотите, поймете сегодня, поймете через несколько лет, вам все равно придется приложить собственные усилия в отношении своей же собственной жизни. Поэтому первое, что необходимо, это отказ от этих иллюзий, это принятие проблем. Когда вы четко понимаете, все, в вашей семье произошла такая ситуация, у вас появилась проблема зависимости, у вас появилась проблема со-зависимости, вы признаете этот факт. Понимаете, признать – это не равно знать. Признавать – это когда вы понимаете, что жить так больше, как вы жили раньше, вы уже не сможете. Вот. Это значит, что вы уже принимаете какие-то действия по изменению и работе над собой. Вот если вы сегодня, послушав эту лекцию, уходите домой, и больше никогда не возвращаясь к этой теме, или, по крайней мере, в ближайшее время ничего не делаете, это всего лишь знание. Это знание, которое вы получили, послушав, посадили Аниси и послушав меня. Но если вы сегодня, придя домой, наконец-то задумаетесь, как-то что-то надо менять и что-то предпримите. А предпринятие есть что, я об этом тоже будем говорить, вот, тогда это уже принятие вашей проблемы. Следующий момент, это осознание своего бессилия. Что это значит? Это значит, что все те действия, которые вы предпринимали, они не работают, и вы не в состоянии помочь независимому, невозможно даже самому себе. Вам нужна помощь со стороны. Конечно же, как люди верующие, вы первым, к кому обратитесь, это будет, конечно же, Господь и Бог. И это правильно, потому что без этого, когда это снова, вам дальше, это, собственно говоря, будет тяжелее двигаться. Но следующий момент, это ваш момент. Вы начинаете искать помощь. Какая это будет помощь? Сегодня ее очень огромное количество. Вы можете работать индивидуально с психологами, с психологами, с психологами. Такие случаи тоже существуют в огромном количестве. Меня радует то, что, общаясь с коллегами-психологами, они уже, честно говоря, не смотрят на тебя широкими глазами о том, что такое созависимость. Они в курсе об этой проблеме, и они уже работают грамотно и могут работать с вами вполне себе. Есть групповая работа. Вот как раз такие группы, которые собираются у нас, это группа для поддержки, взаимопомощи родственникам, родным и близким. Поэтому группа, это не единственное, понимаете? Групп сегодня достаточно в Минске, чтобы туда обратиться. Выбирайте на любой вкус, цвет, как хотите. Кто-то опирается с поддержкой на веру в Бога, на ремкиозную составляющую. Кто-то еще не пришел к Богу. Опять же, у вас есть возможность это делать в других группах. Но возможности у вас есть. Вот сегодня, уходя с этой встречи, вы уже никогда не сможете оправдаться, сказать, что я ничего не знал. Вы получили ту информацию, которая вам реально может помочь. Поэтому, если вы заинтересованы, как это текдеонисии, то вы будете действовать. Если вы надеетесь на это чудо, то могу сказать сразу, здесь разные сценарии. Ждать, сколько придется ждать? Возможно, придется ждать личность. И ничего не произойдет. Возможно, произойдет чудо в вашей жизни. Оно тоже возможно. Не исключается такая возможность. Но чудеса, к сожалению, или к счастью, не происходят повально. Понимаете? Все равно ваши действия со стороны нужны. И, возможно, даже ваш зависимый сам будет выздоравливать без вас. Но тогда учитывать один момент. Если ваш зависимый перестает пить, просто пить, и ничего больше не предпринимает, проблема не решается. Остается психологическая зависимость. И вот когда у него остается психологическая зависимость, а при этом он уже не употребляет этот допинг и обезболивающий в виде спиртного, то жизнь становится еще более невыносимой. Вы с этим столкнетесь. Почему родственники и близкие когда сталкиваются с тем, что их независимые не употребляют, но при этом зависимые это просто невыносимо? В прямом смысле слова, мне женщины говорят о том, чтобы он обратно закрепил, потому что так он как в спокойной жизни. И если же он начнет выздоравливать комплексно, обратиться на группы, помощь, начнет психологически работать и будет выздоравливать, а вы при этом нет, то вы опять же столкнетесь с проблемой, что ваш зависимый выздоравливает, вы нет, вы будете его обратно оттянуть в эту зависимость. Представьте, и вот здесь вы уже не сможете сказать, что я не при чем. Я как раз таки при чем. Поэтому вот хочется подытожить момент. Смотрите, у нас проходят группы по четвергам, группы для родственников родных и близких. Сразу говорю, что помочь там, вашим зависимым, там именно в четверг в 18.30 мы не сможем, мы этим не занимаемся. Для этого есть, хотя Диалисий сказал, другие группы, если они сами по понедельникам, если они сами заинтересованы, их там ждут. Вот, мы конкретно про помощь непосредственно родственникам, родным и близким. А поскольку тема наша именно про жен и матерей, то это как раз таки группа для вас. Если вы хотите что-то менять в своей жизни, если вам это действительно надо и вам уже надоело жить в такой ситуации, в которой оказались, то вам туда, мы вас там ждем. Поверьте мне моему опыту, я работаю с родственниками тоже уже давно, и как раз таки вы просто даже себе представить не можете. Вот если сегодня кажется, что ваша жизнь безнадежной, ничего не поменять, ничего не изменить, вы даже не представляете, как круто ваша жизнь реально поменяется. Вот. И самое главное, что хочется предупредить, наверняка, если кто-то уже читал какую-то информацию в интернете, в литературе про созависимость, я не рекомендую, лично я, но это мое мнение не общепринятое, предпринимать кардинальные меры. Если вы не обуздоравливаетесь из-за зависимости, если ваше мышление не перестраивается с зависимым на здоровое мышление и здравомыслящие, никаких крайних мер в отношении расходов, в отношении милиц, если вас там не бьют, не тиранят, в отношении закрытых шкафов, дверей, ничего подобного предпринимать точно не надо, потому что вы столкнулись с тем лучшими проблемами, чем можете себе реально представить. Первый вопрос, наверняка, который перед вами возникает. Что вам делать? Вот у вас зависимый человек, вот вы тут с Анастасией вещаете, что вам конкретно делать? Говорю, первое, оставить своих зависимых в покое. Как это не звучит катастрофически? Странно. В оздоровлении состоит первый шаг, это отстранение, но очень многие неправильно понимают отстранение. Некоторым кажется, что отстранение это, знаете, бросить, кинуть, оставить, разойтись. Нет! Я говорю, общайтесь, общайтесь со своими зависимыми. Но у вас есть единственная тема и эта тема табу это их независимость. Общайтесь, у вас что-то тем других нету. Живите, общайтесь, поддерживайте, проводите время вместе. Отстранение это когда вы работаете на своей собственной антономии, занимаетесь своей работой над собой. Как это делать? Это уже на группах, пожалуйста. Мы прорабатываем от А до Я. Все. Когда вы уже будете выздоравливать, тогда уже и вопросы конкретно действия. Что вы дальше будете делать со своими зависимыми? Если он глядит на вас, не захочет тоже что-то сделать за своей жизнью. Такие случаи тоже бывают и бывают нередко. Когда выздоравливает жена, выздоравливает матери, и ихние сыновья и мужья обращаются за помощью зависимым. Почему? Потому что наконец-то вот этой подпорки нет. Вы же большая поддержка своему зависимому и по зависимости именно. Вот казалось бы, кто как независимые созависимые родственники сами поддерживает зависимость. Мы убираем эту планку, а дальше вашему зависимому придется реально посмотреть в проблеме в глазах, в глаза как есть. И тут уже выбор за ним дальше как действовать. Поэтому первое оставить зависимый в покое, заняться работой над собой и посмотреть, что будет реально дальше. Спасибо, Анастасия. Приход храма иконы Божьей Матери Непеваемая Чаша города Минска. Можете в интернете прочитать. Приходите в храм Менделеева 2, дальше вам покажут в каком помещении проходят группы. Потому что группы у нас проходят практически каждый день разные. Но если вот так кратко сказать, то группы для родственников приходят по четвергам в 18.30, а группы для зависимых людей по понедельникам в 19.00. Ну и в другие дни тоже группы есть. Но хотя бы с первого раза лучше приходить на эти группы. Записываться не надо, группы бесплатные. Молитва, конечно, прежде всего перед каждым делом. И когда обращаются перед иконой Божьей Матери Непеваемой Чаша, кто-то, может быть, и в Серпухе в женском владычном монастыре был, и молился перед этой иконой, то, конечно, много и разговоров, и рассказов о исцелениях. Ну и самое первое, это, конечно, тот рассказ, откуда мы и узнали эту икону. Это 878 год, когда в Тульской губернии пьющий человек, ему является как раз устроитель этого монастыря, преподобный Варлам, и просто требует, говорит, иди в монастырь и отслужи молебен перед этой иконой. И вот он уже не мог передвигаться, настолько его болезнь алкоголизма вот так сковала, и вот как-то на четвереньках вот этот путь почти 100 километров Тульской губернии до Серпухова он все-таки преодолел и помолился, и когда пришел в монастырь и спрашивал, а где же икона «Неупиваемая чаша?» то этой иконы никто не знал. И потом, когда посмотрели, младенец Христос в чаше Созоопрочищения находится, а с обратной стороны написано «Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». по лестнице как идти на колокольню в Серпухово она висела, и после нее как отслужили молебен, человек получил исцеление. Из этой истории обретения иконы мы видим, что чуду предшествует труд, огромный труд со стороны человека, и никак иначе, то есть просто так оно не произойдет, иначе как? Господь-то может дать исцеление любому человеку в любой момент, но вы вот представьте, даже с каждым вспомните своего зависимого. Он живет, он родился где? В Советском Союзе, в детском саду, в школе, он воспринимал, что алкоголь дает радость. Он видел папу, он видел маму, на Новый год, на другие праздники, что всегда на праздник люди в таком посредственном состоянии находятся, подготавливаются, а потом, когда праздник, они начинают радоваться. А вот и радость видит, что во главе стола стоит спиртное, и папа с мамой начинают из других гостей выпивать, и им всем хорошо вроде как становится. И вот это алкогольное мышление у наших с вами близких, оно уже со детского сада, со школы. Представляете, вот у него алкоголь дает радость, у него в сердце это записано. И здоровье. И здоровье, и радость, и счастье, за счастье все дает. И вот он уже привык, человек, с этим жить. Алкоголизм не сразу формируется, алкогольная зависимость. Он привык решать с этим проблемы, он так отдыхает, он рабочий день так заканчивает, рабочую неделю так заканчивает, у него уже сформировался круг общения, друзья, с помощью алкоголя, они без алкоголя говорить не о чем. То есть все это есть. И вот представьте, что человек, который привык к этому, что без алкоголя он жить уже в принципе не может, Господь ему дает такое чудо с ним совершает, по вашим молитвам. Чудо исцеления от алкоголизма. Без его труда, он труда никого не делал. Просто вот вы помолились, и Господь совершил это чудо. Он может это чудо сделать. Что же с ним произойдет? Он опять сопьется. Почему? Потому что он ничего не менял над собой. Потому что внутри он все равно будет понимать, что алкоголь-то радость дает. Странно он скажет, вроде как не хочется пить, но надо. Алкоголь-то дает радость. И он будет... Потом друзья ему скажут, не, ну давай вместе сядем, отдохнем, расслабимся. Он скажет, да не, как-то не хочу. Не, ну как это ты не хочу? Ну что, что-то ты себе надумал такое? Давай, давай со всеми. Ну ладно. И постепенно, постепенно он весь этот дар потеряет. Потому что никакого труда в это не вложил. И сколько я видел людей зависимых от алкоголя, которые живут трезво, которые не просто даже трезво живут, а еще и духовной, нравственной жизнью. И в храм ходят, исповедуются, причащаются. Сколько их видел, и сколько их знаю, на многие их путь вот жизненный, он прошел на моих глазах. Это путь колоссального труда. То есть я не вот сколько с зависимыми людьми общаюсь, ни одного не видел, чтобы кто-то вот зашел в храм, как бывает часто пьяные так заходят, зашел, заходят и перед иконой начинают такими крокодилями слезами плакать. А на завтра даже не вспомнят, что там было. Так вот, такого не было. А путь труда, когда этот человек пытался, просто выгрызал зубами эту трезвость. Он уже Акафис неуперемый чаши наизусть знает. Он уже где этот храм неуперемый чаши наизусть знает. Он уже в Серпухове много раз побывал. Он уже и на группы ходит и ко мне и в другие места, в разные группы к помощи зависимым. Он и у других зависимых спрашивает, а как вы обрели трезвость? То есть он постоянно, постоянно что-то делает везде, участвует в обществах трезвых людей, во всех трезвенных мероприятиях, чтобы только остаться трезвым. И Господь ему дает трезвость. И Господь ему дает этот дар, что зависимый человек в трезвости говорит, что мое рождение настоящее произошло, когда я начал жить трезво. Это совершенно другая жизнь. Вот поверьте, это ответ многих-многих людей, которые вот так и говорят о своей жизни, что та жизнь, которую мы прожили в употреблении алкоголя, это был какой-то мрак. Это мы не жили, мы существовали. А сейчас мы живем в совершенно другие мощности, мы совершенно по-другому осознаем себя, мы видим себя, мы начинаем следить каждую мысль, которая у нас в голове, правильная, неправильная, принимать ли ее в сердце. Мы видим себя пред Богом, как мы себя ведем, пред окружающими людьми, понимаем всю ответственность, какая на нас лежит по отношению к себе, к Богу, к домочадцам, то есть это все в трезвости, и их это радует, поскольку любая зависимость это уход от ответственности, а возвращение к трезвости это возвращение к ответственности, и этому следует, конечно, научиться. Тем более, если говорить о таком мгновенном чуде, то вот даже вопросы с ответственностью, то есть представьте, что человек в употреблении 20 лет, и 20 лет он уходил от ответственности, просто уходил от ответственности, всеми возможными способами, ну, один из которых доминировал над остальными, это употребление алкоголя, то есть надо что-то, выпил, все, ничего, проблема решилась, обида, не надо прилагать усилия, чтобы примириться с кем-то, и с кем поссорился, выпил, все, свободен, решил обиду, решил зависть, осуждение, гнев, раздражение, все это решается с помощью алкоголя, и вот тут ему дают трезвость, а решать-то он-то не научил, он по-другому не знает, поэтому и говорят, что потом, если он будет выздоравливать один, без помощи, то он будет в очень таком нервозном состоянии находиться, что никому не покажется это выздоровлением, и сами свои близкие скажут, да что это такое, да он же вообще ужас, сейчас трезвый, а ведет себя непонятно как, и это факт того, что он один, поэтому для вас пусть то, что я сейчас скажу, останется одним из важных моментов, что стать алкоголиком человек может один, в одиночку, такие есть, тихонько один, и компании некоторым не нужно, он спивается, становится алкоголиком, может так и умереть, но стать трезвым в одиночку практически невозможно, вот это вот я хотел бы, чтобы вам было понятно, если близким, это различные, нет, я не про близких, здесь не считается семья, понимаете, алкоголик в семье, это два враждующих полюса, для любого зависимого человека, первый его враг, это близкие, жена, мать, почему, потому что вы это не поддерживаете, нет, ну если вы конечно будете наливать постоянно, и говорить, ну что, что ты мало пьешь, ну только выпил там, две бутылки и все, ну на тебе деньги, сходи за третье, тогда вы будете друг, в противном случае, вы будете враг, и постоянный враг, потому что вы следите, вы то по телефону, то так, а что ты, а ты трезвый, а ты то, а ты все, это очень нас дрожает, очень напрягает, поэтому пока вы два враждующих полюса, в дальнейшем надеемся, что будет совершенно все по-другому, поэтому на этом этапе зависимого человека поймет только зависимый человек, но трезвый, и я говорю о обществах трезвых людей, это общество трезвости при храмах, или не церковные организации, но тоже, которые создают свою помощь, это общество анонимных алкоголиков, где люди собираются тоже делиться своей трезвостью, или православные группы трезвости, или такие уже просто группы трезвости, анонимных алкоголиков, вот два варианта, если эти группы не будет посещать зависимый человек, то это будут постоянные срывы, почему, наверное понятно, потому что общество наше, оно ориентировано на людей культурно пьющих, и оно поддерживает культурно пьющих, и уважает культурно пьющих, и культурно пьющий человек в нашем обществе, это нормальный гражданин, он не алкоголик, алкоголик это плохо в обществе, а если ты иногда выпиваешь, у тебя нет запоев, ты нормальный, ты совершенно нормальный человек, а если ты трезвенник, ты тоже какой-то для общества ненормальный, и получается, смотрите, если зависимый человек делает первые шаги в трезвости, его общество воспринимает, как человека ненормального, как человека больного, кому комфортно в этом состоянии находиться, что на любом мероприятии, где есть алкоголь, на тебя будут смотреть, как на человека больного, ненормального, и поэтому зависимые люди всеми силами стремятся стать нормальными, сколько уже таких историй я слышал, когда они говорят, нет, нет, вот у меня проблема алкоголя, потому что я пью водку, сейчас буду пить вино, нет, тоже срывы, значит буду пить пиво, значит надо дорогое вино пить, а, церковное вино, о, вот там продается где-то кагор, вот буду пить кагор, все равно запой, медовуху, вот сейчас только от медовухи тоже запоев приходят к нам, там сколько этих, все равно запой, пока он не поймет, что тебе алкоголь противопоказан, в любых количествах, все алкоголизм это неизлечимое заболевание, неизлечимое, то есть по жизни тебе будет 100 лет, ты будешь дедушкой или бабушкой, тебе все равно нельзя алкоголь, потому что ты зависимый человек, не надо об этом трубить каждому встречному, что я алкоголик, у меня болезнь алкоголизма, не надо об этом говорить, но ты для себя должен это знать, и не употреблять ничего спиртного, и вот этому можно научиться, только когда ты будешь видеть таких же людей, у кого это получилось, потому что в обществе нашем ты посомневаешься, ты видишь, что все люди говорят, не, не, культура питья это нормально, а что ж такого плохого, это же дает радость, это же так замечательно, посидели, бутылочку вина выпили на 10 человек, что здесь плохого, ничего плохого нет, а если это еще церковные люди, верующие люди, что ж там плохого, а ты зависимый человек, тебе нельзя, и порой даже у наших людей, большинство здесь людей православных, у нас нет этих знаний о зависимости, нам кажется, что такое вино, как мы воспринимаем, как словом вино, оно было всегда, но можно ли сейчас представить, что Сергий Радонежский или Серафим Саровский вот пили такие напитки, которые являются веществом, меняющимся знания, конечно нет, можно ли представить, что Господь наш Иисус Христос во время своей жизни тоже пил такие напитки, конечно нет, то есть что-то было не так, что-то в этом производстве виноделия изменилось, наверное, и это так, что то, что сейчас называется вином, в Библии совершенно даже не знали о таких напитках, что у нас будут и 16-градусные вина, и 40-градусные напитки, и выше, даже не представляли, что такое можно бы сделать. Наверное, я хочу представить вот такой диск, который рекомендован к просмотру Русской Православной Церкви, это самый последний фильм, который создали наши с вами трезвенники, вот он с благословения Русской Православной Церкви, и здесь как раз говорится о том, что вино в Священном Писании это не то вино, которое у нас в магазине. Во все времена Палестинья, почему Господь наш Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на вине? Не на соке, не на молоке, а на вине, потому что вино было самым распространенным напитком того времени, то есть его пили очень много и часто, но вино разрешалось пить в Палестине с обязательным добавлением воды. Это условие, которое знал каждый житель. Это как, если кто-то пил вино, не разбавляя водой, это равносильно, как сейчас, вот стоит человек, вы в аптеке, вы покупаете аналгин или аспирин, а он, дайте, пожалуйста, два флакончика на стойке бояршника. Вы послушали так за спиной, да, человек уже дошел, уже на стойку бояршники перешел, 70% спирт там. Вот так и тогда, конечно, всякие были ситуации, но все понимали, что есть некая культура, когда разбавляли в 2, в 3, в 5 и даже в 10 раз. А что разбавляли? Разбавляли вино естественное брожение, которое было 2-3 градуса. 2-3 градусное разбавляли порой до 10 раз. Какой градус самый большой был? Да там вообще меньше кваса было. Вот это считалось вином. Там 1 градус, 1,5 градуса, самые крепкие напитки, которые мог житель Палестины во времена Иисуса Христа употреблять в пищу. Поэтому и в Кане Галилейске Господь умножил почти 600 литров. А что плохого? Люди выпили, повеселились, пошли. Никто же не опьянел. Разве можно опьянеть? От кваса. Никто же в такое состояние придет. Но потом уже в какое-то время, а это уже средние века, в разной стране по-разному, люди посмотрели, что если вместо воды добавить этиловый спирт, который есть яд, вино, то человек попадает в такую полную зависимость от алкоголя. И он будет до конца своих дней работать на торговую сеть. И вот сейчас мы с вами как раз претерпеваем вот эти последствия вот этого. То, что вместо воды вино, естественно, брожение, стали добавлять стил и спирт. И все вина, которые 12 градусов, 16 градусов, все с добавлением спирта. Вино не может быть стопом. Тот, кто делает вино в домашних условиях, он знает, больше 4-5 градусов у него не сделаешь, какой бы ты специалист по этому не был. А если оно уже 16 градусов, то добавили спирт. Если оно там уже и больше градусов, то там присутствует спирт. Поэтому здесь трезвость на данном этапе для нас не просто русская православная церковь всех призывает к трезвости. Это есть условие необходимое на этой, на почве трезвости могут только уже возрастать плоды и нравственности, и духовности, и нормальных отношений между супругами, между родителями и детьми, между детьми и родителями, если это пожилые. То есть, вот только таким образом. И вот мы как поговорили о том, что и родственник, и сам зависимый должен обязательно окунуться в то общество, где эти люди собираются и когда люди поддерживают друг друга. Если мы сегодня говорим о роли матери и жены, то когда мы начинаем что-то менять в своей семье, а менять мы просто обязаны, потому что иначе эта болезнь прогрессирует, то это будет очень сложная ситуация. Хотя первые несколько месяцев это будет очень-очень тяжело. Это как своего рода операция. И если ты один на один с этой проблемой, то ты просто этого не выдержишь. Ты опустишь руки и скажешь, ай, ладно, вот как есть. Ну, может быть, вообще это невозможно, это все терпеть, скандалы, так как есть. Ну, лучше буду терпеть. И будет хуже, однозначно. А вот чтобы не сделать шаг назад, а чтобы это все-таки совершить дело Божие через наши с вами руки, через наши действия, через наши роли, требуется как раз чувство плеча. когда ты приходя на эту группу, там будут сидеть мужчины и женщины, тоже родственники, которые пришли каждый со своей проблемой, они тебе скажут, держись, мы за тебя молимся, мы тебе будем помогать тоже всеми силами, только держись, не отступай, скоро будет легче, все это пройдет. У нас тоже была такая ситуация, тоже был некий кризис, вот, но потом как-то все нормализовалось и эти зависимые сами даже пришли на группу. Поэтому здесь следует прежде всего работать над собой, не стараться а что же делать, что сказать, то есть не думать об этом, что мы скажем и как достучаться до души. Если бы было так просто, если бы можно было найти некие слова или выражения, которые можно было коснуться сердца зависимого человека, тогда, конечно, эти моменты все были прописаны, ты взял какую-то книжку, прочитал, таким образом сказал, как там написано, и все, и дело произошло. И зависимый сказал, ох, как вы мне сказали, насколько я сейчас прочувствовал всю глубину своего падения, пойду уже скорее на исповедь, пойду в храм, исповедаться, причащаться, потом пойду на группы. Но это не так. Такого слова нет, и слова уже вами сказаны самые-самые и от сердца, и такие крепкие слова, но зависимый человек, он, не зря говорили, он как марионетка в руках темных сил. Тот, которым мы его помним, вот про иллюзию, которую сказала Анастасия, он уже другой, он сейчас именно другой. Почему ей не стоит, наверное, излишне обижаться, говорить, ну как это так он поступает, да как это может так поступать, мой сын по отношению ко мне, или мой муж по отношению ко мне, а он сейчас не понимает все, что это совершает. Он не понимает ситуацию, может быть, процентов на 10, может на 15, но не на 100. И естественно, он вот так себя ведет, поэтому не стоит его излишне осуждать и говорить, да как это он себе такое может позволить, а он в зависимости, такая глубина в зависимости и такие оковы, которые его сковывают. Но все это, конечно, имеет и возможности исцеления, исправления, если проявлять к этому, конечно, планомерные, но усилия. Быстро, за день, за два эту проблему не решишь, но если сам зависимый будет и читать, и узнавать, и ходить на группы, и спрашивать, и интересоваться, по чуть-чуть стараться следить больше за собой, нежели за своим зависимым, жить трезво, не употреблять алкоголь и не спаивать других алкоголем, и иметь твердые отношения, где бы он ни был, на каком бы мероприятии, хоть там 8 марта, хоть там другой праздник, потому что часто сами женщины говорят, мы не пьем, не пьем, а потом в каких-то женских коллективах, ну давайте, или к вам, кто уже больше в пожилом возрасте находится, приезжают дети, внуки, как часто тоже, ой, дети приехали, и раз бабушка сама пошла доставать сразу, самой нельзя давление, ну внучки приехали, надо что-то спиртное, а вот ты покажи, что у тебя зона трезвости, покажи, и скажи, нет, 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 чтобы даже и духу не было здесь алкоголя, вы приходи, вот чай попейте, того попейте, в моем доме, чтобы не было, и пусть это бабушка и скажет, будете меня хоронить, чтобы только, даже не смейте так пальцем, чтобы с алкоголем меня поминать, не поминают православный алкоголем, даже не думайте, чтобы там не было никакого спиртного, вот такой человек сотворит чудеса, когда он так конкретно скажет, что я буду жить трезво, и у меня будут, и дети задумаются, ох, да бабушка, скажут, какая-то странная наша стала, в храм пошла, вот, алкоголь не признает, а потом смотришь, и молитва ее, она имеет совершенно другую силу, как молитва трезвенника, когда ты начинаешь жить трезво, и совершенно по-другому ты молишься за своих зависимых, поэтому вот эти шаги совершайте, я думаю, из-за кого вы здесь находитесь, ваши близкие, родственники, они обязательно придут и к трезвости, и к Богу, и вы ощутите вот эту радость, радость трезвой жизни, спасибо, вопросы, может, у кого-то есть, говорите, да, постараемся на все вопросы ответить. Ну, вопрос в том, что, в общем-то, да, да, мне кажется, что вот в школе, в которой мы проводили, если ты провошла, то именно, что в школе какой-то был учител, или, скажем, в школу, или детка, ну, я понял, мы проводим такие мероприятия не только в школах, но и в трудовых коллективах, садись, и вы хорошо заметили про культуру питья, я не говорил, что у нас есть культура питья, я этого вопроса отдельно не касался, на эту тему можно долго беседовать, просто говорил, что в обществе принято некое культурно пьющее, это, конечно, в кавычках сказано, да, это некий такой культурно пьющий, вообще, культура питья, к питью может относиться лишь в той степени, пока человек трезвый, когда он начинает выпивать и состояние опьянения приходить, то о какой культуре, то есть культура заканчивается сразу, то есть вот это основной момент, в нашем, в наших, на нашей территории, там, Россия, Украина, Белоруссия, я культуры питья не видел и не встречал, вот если мы говорим про Грузию, мне не раз приходилось там бывать и общаться со священнослужителями и сослужить вместе, то там есть культура питья, могу вам ее рассказать. Да, там, если кто-то из вас бывал в Грузии, там тоже продаются разные-разные напитки, даже и такие, как у нас вот самогоны, и до 70, и 80 градусов, там все что угодно можно купить, но это все для туристов, а у грузин, они, естественно, этого не пьют, и когда вот я у одного из батюшек, с которым хорошо знакомый, служил, сказал, что вот возвращаясь в Беларусь, хотел бы, вот поскольку я живу трезво, не употребляю алкоголь, но для причастия, это уже немножко другая тема, взять вот несколько бутылок вашего настоящего, безэтилового спирта, настоящего грузинского вина, и вот мне сразу, вот отец Сергий, кто чертокровный грузин, задал вопрос, а как вы его провезете? на меня, я говорю, а что проблема? Я же не ящик беру, бутылочку, две, чисто символически взять, он говорит, а я вот и спрашиваю, как вы его провезете, потому что вино, оно же хранится только в подвале, его же нельзя достать с подвала, если его достанешь с подвала, оно начнет опять бродить, если это же, мы говорим о вине, тогда он меня переспрашивает, говорит, я так смотрю, что мы говорим на разных языках, и он говорит, а те, Дениси, вы, наверное, то, что вы думаете вино, и то, что мы пьем, это разные напитки, вот это вокруг все продается, это продается для туристов, но грузины это не пьют, грузины пьют вина, естественно, брожение с добавлением воды, и для грузин вино является, как и по учению церкви нашей православной, дар Божий, на каждой литии мы молимся перед большими праздниками, вот если вы участвуете в всеночном обдении, в средине всеночного обдения, перед праздниками, священник выносит пять хлебов, пшеницу, вино и лей, и молится, Господи, благослови пять хлебов всех, пшеницу, вино и лей, умножив в городе семь, и во всем мире твоем, то есть каждый священник, вот если я в Минске, то есть священник молится, чтобы в этом городе было очень-очень много хлеба, масла, там оливковое масло, и вина, понимаете, вот, но не того вина, которое у магазина, вот, так вот для каждого грузина вино это дар Божий, и мне вот так, когда у него спросил, у грузинского священника, а почему у вас так мало, собственно, почти нет в состоянии алкогольного опьянения грузин, вот туристы есть, пьяные ходят, а грузин нет, вот почему так происходит, так вот он мне сказал, что для каждого грузина вино это дар Божий, и если ты выпил и опьянил, это самое, что ни на есть, неуважение к вину, как дару Божьему, понимаете, вот как, есть культура питья, это можно назвать культурой, когда ты выпил вино, опьянил, это неуважение к вину, как дару Божьему, как ты мог опьянеть, поэтому здесь вот и есть культура, вот здесь применима, а? ну так как нет, вот, он не мог опьянеть, ну как, если вот там вино, естественное брожение, ну сколько оно там градуса, полтора градуса, ну два градуса, ну как он от него апьянешь, никак. А если еще, а? Да, 5 литров уже не выпьешь. Поэтому все. А если ты уже начал что-то добавлять, там, этиловый спирт, довел его до 10-12 градусов, то, конечно, это уже все. Это вещество, меняющее сознание. Хочешь, не хочешь, опенеешь даже от стаканчика. Хоть чуть-чуть, а уже все. Ты уже себя не осознаешь на 100%. Чуть-чуть выпил на 90, еще выпил на 60, потом на 50. Все, культура закончилась твоя. Не успев начаться. Понимаете? Поэтому вино, которое продается у нас в магазинах, к культуре питья, к нему нельзя применить этот термин. Об этом нигде не написано. Где вот, чтобы мы могли почитать, что там это? Об этом, вот есть фильм, созданный. Об этом всем рассказывается в фильме. Он называется «Утерянная добродетель». А можете просто, у кого есть доступ в интернет, прямо в открытом доступе зайти в интернет или кто-то попросить своих детей или внуков. «Утерянный добродетель». Откройте мне этот фильм. И прямо на ютубе посмотрите. Вот в этом фильме как раз рассказывается о том, да, истории вообще, как церковь относится к нему. Потому что мы порой удивляемся и говорим, ну как же так? Почему же? Даже вот суть литии, вот этого части богослужения, мы тоже не понимаем. Как, в каком состоянии родственники зависимых людей стоят на литии, когда батюшка молится, ну дай, Господи, побольше вина. Ну, как-то вообще не связывается. Так вино не то. Не о том просим. Батюшка правильно просит. Да, да, вопросы. Вот я извиняюсь, я извиняюсь. А вот когда Иисус Христос совершил первое чудо и превратил воду в вино, вот вы не знаете, вопрос такой, пил он сам вино, это или нет? Вино, которое было в Кане Галилейской, если Господь представит, что там было вино, такое, как теперь у нас. Я вот вам не вычисленное вино. Да, смотрите, такое вино, как теперь. И вот люди пили, и уже они были в употреблении, а потом через какое-то время он еще добавил шесть емкостей, примерно по сто, сто двадцать литров. Ну, представим, сто литров. Шесть емкостей по сто литров. Шестьсот литров уже пьющим людям. То сколько бы там не было людей, обязательно кто-то бы попал в грубое что-то сказал, или подумал, или просто шел-шел, упал, или повредил себя, или повредил ближних. Что-то бы произошло, то, что Господь, естественно, зная, никогда бы не допустил. И поэтому там было то вино, которое пили во времена Иисуса Христа везде. Так он и сделал. Ароматное, хорошее вино, настоящее вино. Но оно было там всего... Нет, это не был сок. Ну, с градусом. Да. Ну, естественно, у брали. Это не сок. Это было вино. Вино-то из сока делается? Вино-то из сока. Но там было полградуса, может быть. Может быть, градус, может быть, полтора градуса, может быть, два градуса, может быть, два с половиной, но вряд ли больше. Но это о таких напитках идет речь. Поэтому вполне он мог и сам быть... А что здесь плохого? Святитель Иоанн Златоуст в четвертом столетии, через 400 лет, чтобы быть трезвым, надо пить вино, он говорит. Ну, это же естественно, он говорит. Это как сейчас батюшка говорил, христиане, пейте квас, не пейте вы эту водку. Чего вы пьете? Квас пейте. Вот так и Святитель Иоанн Златоуст не понимал. Он не знал, что можно по-другому. Он не знал, что в каком-то 14, 15, или 16, или 17 столетии, смотря в какой стране, что люди додумаются, а что-то мы воду добавляем. Давай спирт добавлять в вино и увидишь, что будет. Он даже не мог представить, что такое произойдет дальше. И поэтому он говорил, а что, вино нормально пейте. Это чтобы трезвым быть, надо пить вино. Пейте вино, это же для трезвости Господь нам вот дал. Представляете, вот люди с таким сознанием жили. И вот почему в этом диске и говорится, что люди нормально понимали, а что же плохого в этом вине? Вино-то же хорошо. Ну а что, а что есть такое? Алкоголизма не было. Почему говорят, надо светоотеческое учение. Вот где светоотеческое учение по избавлению от алкоголизма и наркомании? Алкоголизма и наркомании не было. Вопросов не было. Воровство было, преступления было, блудные какие-то страсти было. Алкоголизма как такого повального, чтобы проблема была, чтобы апостолы говорили, надо что-то делать, надо спасать народ. Народ спивается. Никто не спивался. Проблемы не было. Где достать вино, которое одевал бабушки в подвал? До сих пор теперь поняла. Вот, видите. Вопрос мне здесь написали, как вы относитесь к кодированию. Церковь, то, что я говорю, я говорю не от себя, я говорю от лица церкви, поскольку я представитель церкви. И церковь не может относиться или хорошо, или плохо к тому способу, который совершает Министерство здравоохранения. Поэтому это делает медицина. Ну да, кодирование, это не есть, когда мы, этот человек, ему прописывается некий код, и он уже не сам живет, а руководствуется каким-то написанием то, что у него в сознании или подсознании записано. Это, конечно, не так. Кодирование, это когда человек, ну что это такое, это тоже, наверное, понятно. Это очень простой метод, который до сих пор используется в медицине, но он очень-очень слабо работает на очень малых людей, то есть только на очень внушаемых. Когда человеку говорят, ну как вот происходит, приходит человек зависимый, не может бросить, ему говорят, все у нас закодироваться. И врач ему начинает рассказывать, что вот теперь тебе там что-то накапаем в рот или что-то уколем в какое-то место, часть тела, и околят или дают физраствор. Но говорят, это специальное вещество, которое, если ты употребишь алкоголь, оно начнет взаимодействовать взаимодействовать с алкоголем, и у тебя мгновенная смерть. И вот собственно суть кодирования. Но там еще может быть нажимание на глаза, на определенные тоже части тела, чтобы как бы усилить этот эффект. И человек с этим живет. И он боится выпить, потому что из страха, что вот он, что вещество начнет взаимодействовать, у него смерть. Но поверьте, что сейчас столько знакомых у зависимых людей и друзей, которые скажут, я уже три раза кодировался, на следующий день пил, не умер, живой, и ничего не произошло. Поэтому этот метод работает только на, ну, очень внушаемых. Для вопроса избавления от алкоголизма, кодирование может быть в длинной цепи выздоровления, среди разных способов, а может и не быть. То есть это не тот факт, который вот если закодировать, то точно поможет. Это один из способов, который, ну, можно использовать, можно не использовать. Он не влияет. Зависимый человек уже находится под воздействием темных сил, потому что он толком себя не понимает. И больше говорить, что если ты закодировался, значит, едь к отцу Валериану в Смиловиче, вот, на отчитку, это неправильно. Вот. Он и так еле-еле живой, а вы его еще в такую встряхску организма. Не трогайте его. Вот. Лучше занимайтесь самим собой, а за него горячо молитесь и скажите ему, что есть вот такой-то адрес, куда ты можешь прийти и получить исцеление. Он скажет, я, мне не надо это. Все. Ему не надо, значит, занимайтесь собой. Не трогайте его, не давите на него. Вот. А то, что вы его закодируете, это может иметь даже обратный эффект. Смотрите, человек должен сам осознать и сказать, что мне этого не надо. Я хочу жить трезво. А так получается, что если человек хочет пить, его закодировали под воздействием жены или тещи, сказали, условия ему поставили, там, жена разведусь, там, или с работы уволят, скажут, хочешь не хочешь, все, иди на кодирование. Он пошел, но он хочет пить. Пошел на кодирование, а пить хочет. И в итоге получается, как вот собака, будка, цепь, и в миске еда, а цепь не достает. И собака начинает просто дуреть. Она не может совладать своими чувствами. Она видит, что еда-то стоит и дотянуться не может. Так и человек. Он хочет пить, он видит друзей, он видит знакомых, они радуются, они веселятся, он выпивает алкоголь, а ему нельзя. Что знает, выпьешь, сразу умрешь. И все. И это такое состояние, что ужас. Вот, ведите за... Так что, Бог помощь всем. Не теряйте надежды, дорогу осилит идущий. И поверьте, что безвыходных ситуаций не бывает. То есть, самые-самые, казалось бы, ситуации, когда, ну все, тут, наверное, невозможно. Для Бога нет, ничего невозможно. Все возможно. Надейтесь и действуйте. С Богом. Спасибо большое. Я отдыхал.